Космическая стратегия Британии забуксовала, но космодром строит. Новая космическая стратегия Соединенного Королевства должна была быть опубликована в конце 2018 года. Однако на сегодняшний день отсутствует даже промежуточный отчет одного из важнейших для будущего Британии документов. Стратегия должна определить шаги в сфере космических исследований и запусков Великобритании на ближайшие несколько лет. Отрасля аэрокосмических технологий приобретает все большее значение последние годы, когда сразу несколько стран обозначили свои амбиции на безвоздушное пространство, а Россия и Китай нарастили свое преимущество в гиперзвуковых технологиях. В течение многих месяцев аналитики и промышленность ожидали выхода новой космической стратегии Соединенного Королевства. Однако отчета все нет, даже несмотря на то, что министр обороны Гвин Уильямсон пообещал, что он выйдет до конца 2018 года. По словам заместителя начальника Генштаба Великобритании, правительство планирует выпустить промежуточный отчет в весенний-летний период, а окончательный документ будет опубликован ближе к концу года, после того как правительство заключит комплексный обзор расходов, который определит бюджет Лондона на ближайшие несколько лет. Локхид Мартин выиграл контракт на строительство космодрома в Шотландии. Причиной отказа от публикации представитель ГШВС Британии называет желание насытить документ финансовым содержанием и конкретикой. «Я виновен в том, что отложил это, и я думаю, что нам будет трудно выдвинуть что-то существенное до пересмотра расходов, если честно». Добавил он, полагая, что отрасль должна чувствовать себя более уверенно, зная, что в документ будут заложены реальные деньги, так как он будет выпущен после обзора расходов. Во время интервью изданию «Дефенс Ньюз» высокопоставленный военный изложил несколько приоритетных направлений, на которых будет базироваться стратегия. В первую очередь, это развитие геостационарной орбиты для поддержки британского созвездия спутников связи «Скайнет». Во-вторых, ликвидация образовавшегося пробела в возможностях после выхода Великобритании из программы навигационных спутников «Галилео». То, что Великобритания фактически вышла из проекта, он подтвердил в том же интервью. Последнее время Великобритания пытается нарастить свое присутствие в космосе, и, понемногу отдаляясь от ЕС, строит более крепкие связи с США. Корона выбрала «Локфид Мартин» в качестве компании-консультанта для помощи в разработке своего первого внутреннего коммерческого космодрома в Мелнисе, Шотландия. Объект может заинтересовать вооруженные силы США, которые ищут средства для запуска спутников на орбиту. Первый запуск с космопорта запланирован на начало 2020-го годов. А счет времени до первого запуска орбитальной ракеты с Земли Великобритании официально начался. Заявил Патрик Вуд, исполнительный директор космических программ «Локфид Мартин» Великобритании. Предыдущая космическая стратегия Великобритании от 2015 года предусматривала занятие 10% отрасли к 2030 году. Разработка стартовой площадки ведется шотландским правительственным агентством экономического и общинного развития «Хайландс» «Амперсанд» При этом «Локфид» обеспечивает стратегическую поддержку и руководство. Хотя космодром не ориентирован на оборонные программы, военные США и ряд других заказчиков заинтересованы в использовании коммерческих космических запусков для вывода на орбиту военных спутников. Низкоорбитальные аппараты последнее время получают все большее распространение, ими интересуются как Британия, так и Соединенные Штаты.